День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. За искусство. Программа «Синема». Поехали. Ну что ж, поехали. Начинается программа «Синема». Олег Пеков в студии. Сегодня мы поговорим о том, что кино является больше, чем кино. Может быть, сети наших кинотеатров, мультиплексов, что предлагают, помимо того, чтобы просто прийти и провести два часа замечательно своего свободного времени в кинозале, что может быть кино, которое больше, чем кино, какие-то интересные акции, предложения, чем еще заманивают, не побоюсь даже этого слова, в кинотеатры, наши мультиплексы. Обо всем об этом мы поговорим с менеджером по программам в кинотеатрах «Аполло» Аленой Романовой. Здравствуйте, Алена. Добрый день. Добрый день. Рада приветствовать всех. Ну что ж, смотрите. Вот я помню, что несколько лет, это страшно сказать, до пандемии еще было, мы с директором кинотеатра «Аполло», тогда это было только в «Акрополле». Был мультиплекс. Говорили о том, что вот да, он появился, он открылся, какие там интересные были вещи. С тех пор я понимаю, что «Аполло» расширило свою сеть. То есть, может быть, несколько слов начнем вот с этого. Что из себя представляет вот эта сеть «Аполло»? Да. С тех пор мы выросли. На данный момент в Латвии действует три «Аполло» кинотеатра. Один находится в «Акрополе», да, девять залов. Второй кинотеатр у нас находится в «Ригоплазе», там восемь залов. И совсем молодой кинотеатр, который открылся только вот в этом году, в апреле, это в торговом центре «Домино» кинотеатр на три зала вместе с «Аполло» скайпарком. Это такой батутный парк развлечений, где можно совместить приятный отдых, развлечение для детей с каким-нибудь фильмом. Вот. Поэтому на данный момент у нас три кинотеатра. Три кинотеатра, и в каждом различное количество залов, и разные они и по оснащению. Потому что я понимаю, что в «Акрополе» как раз-таки есть уникальный вообще для Латвии, а по-моему, может быть, даже и больше зал «Аймакс». Да, совершенно верно. Давайте я расскажу немножко про залы эксклюзивные, которые есть в «Аполло» кинотеатрах. И начну я вот, как вы правильно сказали, с кинотеатра, с кинозала «Аймакс». Что такое «Аймакс»? Если мы будем переводить это слово, то это означает «имидж максимум», большая картинка. В принципе, этим сказано самое главное. То, что на большом экране люди видят большую картинку, очень качественную, очень яркую, очень чёткую. Это уникальное в своём роде такое вот киноизображение, уникальная возможность видеть фильм очень детально, очень качественно. И, конечно, «Аймакс» — это качественный звук. Если мы говорим про оснащение, то во всех кинотеатрах оснащение имеет семь каналов. Звук — это семь так называемых колонок, которые звучат с разных сторон. То в «Аймакс» зале их 12 каналов, и создаётся впечатление, что мы находимся прямо вот внутри этого всего звука. Колонки расположены и сбоку, и за экраном, и сзади, и наверху на потолке. И, в принципе, эти 12 каналов создают такой эффект, что мы находимся прямо в событии, которые происходят в фильме. Такой самый вообще простой пример — это пролетающий мимо самолёт. И если мы смотрим картину в «Аймаксе», то мы понимаем, что самолёт летит прямо над нами. То есть он прямо начинает сбоку вылетать, пролетает над нами и улетает куда-то вдаль. И мы всё это детально слышим. И, конечно, если мы говорим про картинку, то картинка очень качественная, очень яркая, насыщенная. И снимается специальными камерами. Это всё очень впечатляет зрителя. И немножко про историю. Первый «Аймакс-кинотеатр» был открыт в 1971 году в Торонто. И киноиндустрия не стоит на месте, развивается. И совсем недавно в Европе появились первые лазерные «Аймакс-проекторы». Первый появился в Хельсинки в 2017 году. И вот мы гордимся тем, что у нас в Риге второй кинотеатр в Европе, который имеет именно лазерный «Аймакс-проектор». И, очевидно, там, конечно же, идут самые такие блокбастерные фильмы, которые позволяют все эти чудеса испытать на себе. Совершенно верно. В принципе, я рекомендую смотреть именно такие очень насыщенные остросюжетные фильмы именно в «Аймаксе». Потому что все картинки, все какие-то острые сюжеты, моменты, взрывы, падения, там что-то извергается, да, рушится. Это все очень детально видно именно в «Аймаксе». Это настолько впечатляет, что, конечно, это незабываемый опыт. Но я понимаю, что и в остальных тоже, конечно же, залах, там современное все оборудование. В «Аймаксе», я надеюсь, что «Аватара» наверняка можно будет посмотреть. Я думаю, что, скорее всего, там вот второй «Аватар» будет там показан. Но еще ведь есть еще дополнительные залы, которые предоставляют удивительные возможности. Вот мы уже говорили тогда, несколько лет назад, о том, что некоторые люди говорят, ой, что я там пойду в кинотеатр, там вот я дома развалюсь, я на диване, там можно и ноги вытянуть. И вообще так это полулежа смотреть, себе там приготовлю каких-нибудь вкусняшек, там закажу пиццу, вот смогу там есть пиццу и смотреть, вот, ну, что там в кинотеатре. Вот я понимаю, что есть возможности и также и развалиться с комфортом, и заказать там не только пиццу, но и всевозможные другие вкусняшки, снэйки, тоже в определенных залах как раз-таки у вас. Да, именно так. У нас почти все залы осуществлены так называемыми звездными сидениями. Что это значит? Это значит, что сидение само по себе очень высокого комфорта, есть возможность даже включить подогрев, в холодное время года это очень актуально, выдвинулись ножки на так называемой таманке, спинку назад опрокинулись, очень удобно. То есть, в принципе, это то же самое, что лежать на удобном диване. Плюс ко всему этому, как правильно вы сказали, можно заказать какие-то напитки горячие, холодные, закуски. Мы сотрудничаем с ресторанами, которые могут обслужить нас и принести в зал именно какие-то вторые блюда, первые блюда, что такое более серьезное для тех, кто проголодался побольше. И такая возможность есть также в ресторанных залах. Это прям отдельные залы со столами, тоже удобные кресла. И есть обслуживающий персонал, который приносит заказ. И прям можно красиво отужинать, наблюдая на экране фильм. И, конечно, это очень пользуется спросом не только у молодых пар, скажем, которые проводят романтичный вечер вместе, а также у людей просто гурманов, которые хотят посмотреть хороший, качественный фильм на большом экране с качественным звуком. Плюс вкусно поужинать или пообедать, или даже позавтракать. Потому что ресторанные кинозалы работают на протяжении всего дня. Но я хотела бы еще рассказать про один уникальный зал, который также единственный во всей Латвии. Находится он у нас в кинотеатре «Рига Плаза». Называется «Винтажный зал». Что такое «Винтажный зал»? «Винтажный зал» – это очень удобный, очень уютный зал. Он небольшой, очень такой комфортный, с диванами. То есть человек сидит на диване, прям не то, что кресло, которое раскладывается, а именно диванчик с подушечкой. Можно удобно сесть, прям окунуться в этот диванчик, расслабиться полностью. Плюс есть возможность также столик и заказать какой-то себе напиток или закуску. Это может быть что угодно. Это может быть суши, это может быть пицца, это может быть какой-то салат. То есть выбор очень большой. Плюс также «Винтажный зал» очень красивое оснащение. То есть лампы такие, такое ощущение, что ты попадаешь куда-то в Италию в какие-то 60-е, 70-е годы. И всё это очень интересно. И я сама очень люблю этот зал. Я частенько там бываю и рекомендую всегда своим друзьям, знакомым обязательно там отдохнуть. Потому что когда попадаешь в этот зал, складывается ощущение, что ты полностью отключён от всего внешнего мира и находишься в какой-то прям вот сказке. Я бы сказала так. Рекомендую. А я думаю, что ведь многие тоже, может быть, хотели бы отметить какие-то личные праздники. Потому что вот здесь вот как раз говорится, что есть возможность и покушать очень вкусно, и посмотреть кино. Вот сделать какой-то такой, ну не знаю, подарок себе и друзьям. Вот отметить день рождения. Например, если кто-то хотел бы, ну вот полностью, чтобы была только своя компания, есть ли возможность там, не знаю, арендовать зал и посмотреть фильм, или может быть, ну вот один из тех залов, в которых вы сказали? Да, такая возможность есть, и я даже скажу, что это очень популярная услуга, потому что многие спрашивают, интересуются, и многие снимают себе такие приватные сеансы, устраивают вечеринки в кинозалах, смотрят фильм, кушают какие-то вкусняшки. Все это возможно, и, скажем, можно выбрать удобный по локации кинотеатр, да, у нас их три. Можно выбрать удобный зал для количества нужного человека, то есть они бывают и поменьше, и побольше. И мы всегда рады, скажем, какие-то услуги предоставить дополнительные. Да, кто-то просит презентацию показать на экране, пригласить аниматора, допустим, в кинозал. Все это возможно, все мы делаем, поэтому это очень такая интересная возможность как-то по-другому, по-новому отпраздновать какой-либо праздник. Ну и да, я думаю, что для детей, наверное, вот аниматор, это, конечно, просто здорово, когда, например, вот, ну, приходит кто-то со своими друзьями, для взрослых могут там в другом месте, а для детей какой-то детский сеанс, и аниматор их развлечет, и какие-то вкусные вещи там будут, и все остальное. Здорово. А вот упомянули, да, по поводу презентации. И вот я смотрю, то есть я уже так тоже стал изучать сайт, и смотрю, что есть интересные предложения, вот именно, которые связаны с тем, что фильмы, вот, например, особые сеансы, то есть там, я смотрю, «Черная пантера», «Ваканда» навсегда, десятого будет вот какое-то специальное, я понимаю, мероприятие. То есть вот какие-то специальные премьеры, очевидно, может быть, тоже расскажите о них. Регулярно устраиваем специальные сеансы, это так называемые премьерные показы, которые мы упаковываем не в просто сеансы, да, пришел, посмотрел фильм, а когда клиент получает что-то дополнительное к этому сеансу. Как правило, это развлечения для клиентов, это какие-то угощения, и очень нравится нашим клиентам то, что мы вот взяли за основу в последнее время регулярно делать на такие сеансы, это игры разума, так называемые brain games. Что это такое? Слава богу, современные технологии позволяют сделать такую очень интересную игру, на большом экране приходит ведущий, на экране показывает, как подключиться с телефона к игре. Все это очень легко и просто, буквально там нажатие пару кнопок на телефоне, и, в принципе, все сидящие в аудитории люди могут участвовать в этой игре. Кто первый отгадает правильный ответ или знает, его не надо отгадывать, очень многие у нас зрители эрудированные по поводу продюсеров, по поводу кино, каких-то нюансов, по поводу наших партнеров. Все сразу отгадывают, все узнают и дают правильные ответы. Поэтому есть возможность поучаствовать в такой игре, она очень эрудированная, очень такая радикательно-познавательная, и, как правило, она длится минут 10-15, и потом награждаются самые такие ловкие и умные умы, получают очень хорошие подарки. Подарки от кинотеатра, подарки от наших партнеров, все это очень, конечно, так ценно и интересно. Конечно, такие же игры мы проводим не только для взрослых, а и для детей. Вот вы сказали, что скоро будет премьера «Черной пантеры». Это фильм для взрослых. А когда выходит какой-нибудь анимационный фильм, такой тоже очень долгожданный, популярный, мы делаем такие же игры для детей. Но это вообще отдельная история, очень интересно, потому что я рекомендую, у кого даже нет детей, просто прийти в зал и посмотреть, что происходит. Энергетика от детей, она просто потрясающая. Настолько довольны маленькие зрители тем, что они на экране видят каких-то героев, они знают правильные ответы, они поднимают руки, они выкрикивают какие-то ответы с зала, они выбегают к аниматорам, обнимаются, они с радостью фотографируются. Это просто потрясающе. То есть настолько вот эмоционально заряжаешься, находясь на таком мероприятии, что это ценно для каждого зрителя. Обязательно рекомендую прийти, посмотреть, попробовать. Это очень классно. Также, конечно, взрослые очень любят эти игровые, точнее, смысловые игры, с удовольствием принимают участие. И такие сеансы, как правило, у нас очень популярны. Люди интересуются, когда будут следующие, заранее покупают билеты, приходят, ждут, фотографируются, выкладывают комментарии в соцсети. Это все очень классно, очень здорово. Да, потому что я вижу, что здесь... Ну, пока вот для детей я не вижу, но вижу, что для меломанов это будет фильм документальный о Дэвиде Буэймун «Эйдж Дэйдрим», который рассказывает историю Дэвида Буэя. И будет еще очень интересный фильм «Таинственный вечер» с меню. Там сам по себе фильм такой, ну, судя по трейлеру, очень такой триллер, триллер, где собираются люди вроде бы провести приятный вечер, а неожиданно там шеф-повар, которым играет Рэй Файнс, начинает творить всякие ужасы. Это такой вот комедийный ужас с популярными актерами. Так что, да, вот я думаю, что будет интересно. Но наверняка ведь многих интересует, вот каким образом можно немножечко и сэкономить. И часто бывает, что, ну, вот кинотеатры там делают какие-то особые там дни на неделе, когда билеты стоят подешевле, там есть еще какие-то хитрости, может, вы про это вот расскажете? С удовольствием расскажу. Для наших зрителей всегда есть возможность выбрать удобный для себя день по очень приятной цене, приобрести билеты. Это в понедельнике, когда все наши лояльные клиенты получают два билета по цене одного. Это очень такой популярный день, многие его ждут, приходят в понедельник, заранее тоже покупают билеты. Это выгодно. Также по вторникам у нас есть скидки для всех обладателей по две карточки. Тоже получают полцены, да, за полцены билет. Скидки есть по четвергам для клиентов Теледва, для Асика, пользователей. Плюс каждый месяц мы проводим так называемый Club Day, когда все билеты можно приобрести со скидкой 60%. Возможностей очень много. Всем рекомендую, советую зайти на нашу домашнюю страничку apolokino.lv и ознакомиться со всеми приложениями. Я больше уверена, что каждый киноман найдет для себя удобное время и очень интересное приложение. Обязательно им воспользуйтесь. Да, и вот ведь я хочу еще обратить внимание, есть особо интересные такие вот сеансы для мамочек. То есть мы все знаем, что бывает, что когда появляется вот маленький ребенок, очень тяжело, ну вот эти первые несколько лет, когда буквально не вырваться никуда и нужно обязательно, ну вот все силы, все быть постоянно рядом с малышом. И я так понимаю, что есть возможности посещать особые вот утренние сеансы, на которые можно брать с собой вот маленького ребенка. То есть это тоже любопытно очень. Да, и кстати, очень интересно, что мы говорим об этом сейчас, потому что прямо сейчас происходят сеансы для мамочек во всех кинотеатрах Аполло. Что это такое? Это сеанс какого-то нового фильма, который идет совсем недавно на экранах. Во время сеанса приглушен звук, чтобы маленький не испугался громких звуков, да, и в то же время, чтобы это было комфортно и для мамы, чтобы было слышно хорошо. Немножко приглушен свет, то есть это не полный тематар в зале, да, чуть-чуть свет все-таки есть, чтобы мама могла видеть, куда идти, где ребенок пролегается, потому что часто бывает так, что мама отпускает маленького ребеночка, он ползает по коврику, играется там с игрушками, или спит в этот момент. Вот, для мамочек также создаем все комфортные условия, можно взять с собой коляску прям в зал, да, зайти с коляской, можно там, не выходя из зала, перепелена с ребенка, попить воды, то есть мы заботимся о мамочках, чтобы им тоже было удобно и комфортно в этот момент. Ну и маленькому, конечно, чтобы не мешал ни звук громкий, и было видно его. И нужно, ну, я понимаю, что нужно просто следить за программой, когда такие вот сеансы происходят, потому что, да, действительно, сейчас вот можно посмотреть фильм там про Гималайи, и тут прямо даже можно и приобретать, я смотрю, двойные места, в общем, очень интересные там кучи возможностей. Да, очень важный дюанс, то, что мамочка, покупая билет на такой сеанс, получает два места. Рядышком, да, чтобы можно было ребеночка, допустим, положить рядом на сиденье, или просто маме, чтобы было удобно, чтобы можно было свои какие-то вещи положить туда. Это тоже такой очень большой, скажем, бонус для мамы, то, что оплачивая один билет, она получает два места. Ох, ну и да, вот мы все говорим о разных возможностях, но наверняка есть, ведь уже сказали, что там лояльная аудитория, то есть каким образом можно стать вот таким лояльным зрителем, который вот посещая кинотеатр, становится как бы, ну получает еще, может быть, какие-то дополнительные бонусы. Вот я вижу, что просто на сайте есть Аполло-клуб. Вот что это такое, какие вот правила вступления в этот клуб? Все очень просто. Надо просто сделать регистрацию на нашем сайте, и сразу же после регистрации клиент становится нашим членом клуба лояльности и получает все привилегии. Это и два билета по цене одного по понедельникам. И скидка на все билеты в любое время суток, да, в любой день. Это скидка на напитки, на закуски. Это также очень интересный такой бонус для всех наших лояльных клиентов. Покупая билеты в кино, накапливается их так называемая статистика, и каждый десятый билет клиент получает бесплатно. То есть это такой большой бонус для киногурманов, которые приходят в кино, и просто в один момент они понимают, что, о, сегодня пойду бесплатно, уже накопился десятый билетик. Здорово, здорово. Да, то есть это вот тоже такая интересная, я смотрю, у вас, ну, прям все такая разветвленная сеть всевозможных предложений, скидок и прочего. Но мы вот еще о чем не поговорили, ведь в кинотеатрах сейчас можно смотреть не только фильмы, я имею в виду художественные фильмы, блокбастеры, а есть еще и специальные какие-то вот сеансы, которые позволяют смотреть оперные представления и балет на большом экране. Тут я смотрю, что у вас тоже есть какие-то особые, ну, вот отношения с лондонской королевской оперой и лондонским королевским балетом. Может быть, об этом? Да, я вам расскажу, что буквально недавно мы открыли, скажем, такой новый сезон из лондонской королевской оперы. будет показываться раз в месяц примерно. Надо, опять-таки, следить за графиком на нашей страничке. Будет показываться один сеанс, либо опера, либо балет. Это свежая запись с лондонской королевской оперы. Проходит какая-то постановка, ее снимают, и буквально через несколько дней она уже доходит до наших кинотеатров, и мы показываем запись на экране. Что еще хочу сказать обязательно? Это очень важно, то, что клиенты смотрят запись оперы или с балета не просто в кинозале, а в эксклюзивном кинозале. То есть это либо в Ригоплазе винтажный зал, про который я сказала, и также в Акрополе есть еще один зал, который называется «Звездный». И если помните, вот я говорила про то, что у нас все кинозалы, какие-то места оборудованы специальными креслами. Так вот, в этом эксклюзивном зале «Звездном» все места такие, то есть все кресла, они звездные, удобные, с возможностью что-то заказать, включить подогрев, сделать себе кресло более удобным, комфортным. И вот эти записи оперы-балетов мы показываем в таких эксклюзивных залах. Открыли мы наш сезон с оперой, которая называлась «Мадам Беттерфляй». Буквально скоро будет опять-таки опер «Аида». В преддверии праздников рождественских мы показываем запись балета «Щелкунчик». Уже люди интересуются, уже покупают билеты. Я думаю, это будет очень такая интересная изюминка для любителей балета, прийти именно в кино и насладиться вот этой записью на большом экране с хорошим звуком. И также до конца июля следующего года у нас уже запланированы вот эти специальные сеансы. То есть информацию тоже можно посмотреть на нашей домашней страничке. В принципе, желающие есть, клиенты интересуются, и мы надеемся, что уже к концу сезона будут полные залы, и надо будет планировать еще дополнительные сеансы. Да, потому что я посмотрел, да, там и «Сивильский цирюльник», в принципе, ну вот все, что показывает лондонская королевская опера, там все можно посмотреть в расписании на сайте. И музыкальные, то есть я вот уже говорил про фильм про Дэвида Боуи, а еще будет «NCT Dream», южнокорейская, ну такая вот поп-рок популярный. То есть это тоже все ожидается, вот такие музыкальные фильмы, опять-таки для любителей музыки, на большом экране увидеть какие-то про своих кумиров, наверное, тоже будет очень интересно. Да, клиенты опять-таки интересуются, есть определенная группа, так скажем, фанатов, которые знают очень хорошо певицу или группу, и, конечно, с радостью приходят посмотреть, если нет возможности поехать там в Корею, да, посмотреть концерт, то есть возможность увидеть запись с какими-то, скажем, комментариями от группы, с какими-то кадрами из-за кулиси, что-то новенькое узнать про своих любимцев, скажем, на большом экране. Что вообще предпочитают смотреть зрители? Есть ли какие-то, ну вот, статистика там предпочтения, в связи с которой и формируется тоже программа вот кинотеатра, кинотеатра больше семейных фильмов, больше, там, приключенческих, или, может быть, комедий, или, может быть, ужастики, как вот там на Хэллоуин, не знаю, вот к Хэллоуину? Вы знаете, очень, скажем, выбор того или иного фильма очень зависит от дня недели и времени суток. Конечно, если мы говорим про выходные, то это, как правило, день для семей, когда все семьи выбираются провести вместе время. И, конечно, такие семейные фильмы, анимации, они пользуются очень большим спросом. Если это утренние сеансы, то тоже идут больше, вот, скажем, на анимации, на такие семейные фильмы. Если мы уже говорим про вечернее время, конечно, это время для парочек, это время для взрослых, когда ходят на такие, скажем, фильмы для своего вкуса, конечно, каждый выбирает, то есть это либо кого-нибудь секшн, либо это ужасник, либо это романтика. Но, конечно, если мы говорим про то, что больше посещают, то это такие долгожданные, блокбастеры, остросюжетные фильмы, комиксы, которые все знают, этих супергероев, на это, конечно, ходят очень-очень часто, и это пользуется очень большим спросом. И, конечно, я не могу не отметить, вы уже сказали про Аватара, немножко, да, забегая вперед. Да, это очень долгожданный фильм, конечно, что уж скрывать, не первый год, зрители его ждут. И вот, наконец, уже анонсирована дата, что будет 16 декабря, премьера фильма. Это будет Аватар 2, или так называемый Путь воды. Все его очень ждут, конечно, интересуются, спрашивают, и уже просто столько комментариев, мы слышали, что, наконец-наконец, зрители его дождались и увидят. И, конечно, очень радостная весть о том, что этот фильм также будет показываться в кинозале IMAX в 3D-формате. Поэтому мы очень-очень ждем. Я думаю, это будет просто вау. И хочу сказать, что вот недавно, это был сентябрь месяц, мы показывали первую часть Аватара, скажем так, чтобы люди могли освежить в памяти то, что было сколько уже, 13 лет назад, потому что первая часть вышла в 2009, как мы знаем. Кто-то его увидел даже в первый раз, есть такие клиенты. Ну и, конечно, те, кто был более, так скажем, терпеливый, дождался конца и посмотрел субсидеры, то в конце сеанса был показан небольшой фрагмент со второй серии, со второй части Аватара. И те, кто дождались, все, конечно, в восторге. Я сама тоже его видела, и это просто вау-вау-вау. Это очень качественно, это очень красиво, это прям столько ожиданий сразу по поводу новой серии. Поэтому мы очень-очень ждем. Ну, я вот смотрю, что, в принципе, на этой неделе выходит новый фильм с Мэлом Гибсоном, причем, что приятно, он играет радиоведущего, прямо коллега. Вот, и такой захватывающий триллер, где прямо в прямом эфире захватывают в заложники его там семью, и этот радиоведущий должен вести такую игру с этим преступником для того, чтобы спасти своих близких, и не имеет право отключиться от эфира. То есть ему нужно все время быть на связи, все время в эфире. То есть такой драйв, адреналин. И, ну, я думаю, что многие уже тоже соскучились по Мэлу Гибсону. Он как-то, ну, вот исчез. У него были все-таки там неприятности большие с законом, и проблемы семейные. Ну, и на какое-то время он пропал с экранов, и я надеюсь, что, в принципе, будет для фанатов, наверное, Мэлу Гибсону. Тоже интересно его увидеть на большом экране особенно. Да, давно его не было видно, и вот, конечно, этот фильм, который называется «На связи», «Оставайтесь на связи», он будет такой, скажем, очень не то, что вот прям долгожданный, а очень интересный в том плане, то, что зритель хочет уже очень давно увидеть этого Гибсона, наконец-то он обернулся в кино и посмотреть, что же он сыграет и как сыграет. То есть на этот фильм тоже большие такие возложенные надежды. Вообще, как отбираются фильмы? То есть вот вы, ну, я понимаю, это происходит на уровне кинотеатра, на уровне сети, на уровне, может быть, вообще глобально, то есть с какими дистрибьюторами вообще откуда берутся фильмы? То есть вот вы выбираете, чтобы было для семей, ну, то есть вот распределяете, смотрите на популярность фильмов? Конечно. Скажем, какие актеры снимаются в фильме, да, какой рейтинг ожиданий, это все играет большую роль, но я могу сказать так, что в связи с тем, что кинотеатра у нас три, в каждом отличается немножко, вот, скажем, публика, да, где-то посещают больше мультфильмы, где-то посещают больше такой вот взрослые фильмы, поэтому составляя репертуар, конечно, берется в расчет какие-то особенности каждого кинотеатра, ну, и, конечно, вот вмещаемость, да, не все всегда можно показать в маленьком кинотеатре, больше возможностей в том кинотеатре, где больше залов, вот, вот, и, конечно, у нас очень много партнеров, с кем мы сотрудничаем, в плане у кого взят вот фильмы, дистрибьюторы, продвигают очень много интересных проектов, исходя из того, что продвигают другие, поэтому нет такого, что в один момент там 20-30 фильмов, и ты не знаешь, что выбрать из них, да, всегда есть какое-то разумное количество новых проектов, которые выходят, поэтому, как правило, всегда есть возможность показать все, что прилагается на рынке, и это очень классно, это здорово, то, что мы работаем вот так, и не надо думать, что, о, боже мой, что же выбрать, половину надо откинуть, нет, к счастью, мы можем показать, и есть возможность показать все, что прилагается. Ну, что же, вот, наверное, уже подводя итоги нашей беседы, получается, что, в самом деле, вот сейчас кинопрокатчики, вот кинопрокат работает больше, чем вот кино, больше, чем кино, то есть здесь предлагается какой-то сопутствующий интересные викторины, аниматоры, развлечения, сопутствующий сервис, поскольку там становится зритель избалованным, ему, чтобы были удобные, вообще суперудобные кресла с подъемом ног, с подогревом, и с возможностью заказывать еще и какие-то вкусности прямо в зал во время просмотра, чтобы были официанты, которые обслуживали, в общем, огромное количество интересных возможностей, куда движется, вот, сегодняшний, я просто вспоминаю сразу кинотеатры моего детства, когда там ворвалась пленка, там, кричали сапожник, там, ждали долго, когда были такие неудобные, страшные кресла, когда там, на которых было очень тяжело сидеть, то есть, ну, вот, все меняется в лучшую, слава богу, сторону. Ну, что ж, спасибо большое, я напомню, что менеджер по программам вот кинотеатров «Аполло» Алена Романова с нами была сегодня на прямой связи, мы говорили вот о сервисе, об услугах современных кинотеатров. Спасибо вам, удачного дня и удачи с программами в кино, чтобы оно доставляло удовольствие зрителям. И вам огромное спасибо, было очень приятно рассказать то, что успели о наших кинотеатрах, и мы ждем и вас, и всех зрителей, и слушателей в наших кинотеатрах, будем рады всех видеть. Всего доброго, до свидания. До свидания.